В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. 30,5 километров нового асфальта в округе приступили к капитальному ремонту дорог. Первый участок Некрасовской линии открыт, но как добраться до новой подземки, Анна Троян расскажет. Ежегодная премия «Наша Подмосковья» открыла прием заявок на участие. Какие номинации представлены на этот раз? Выступает достаточно много человек и веселье переполняет эмоции. 350 талантов на одной сцене в Люберцах прошел открытый молодежный фестиваль. Сейчас об этих и других новостях более подробно. Итоги недели обсудили в Люберецкой администрации. Об обстановке в округе отчитались представители власти и оперативных служб. Вопросы правоохранения, пожарной безопасности, а также новости ЖКХ обсудили на совещании. Двое детей брошены в хостеле. Инцидент в котельниках Люберецкие стражи порядка назвали наиболее резонансным событием недели. Личность нарушительницы установлена. Сейчас гражданка Украины работают следователи. Проблема бездомных и так называемых рабочих домов в Малаховке. Вот еще один злободневный вопрос, затронутый экспертами. Я еще хочу на дольном совещании обговорить, чтобы все-таки подключить и медицину, и общественность. Для того, чтобы куда, откуда они, мы будем, конечно, помогать. Но они все больные, со всякими язвами. Их надо куда-то все-таки соцзащитой, чтобы поработала. 32 выезда по сигналу тревоги и ликвидация четырех пожаров. Так, семидневку провели Люберецкие пожарные бригады. Возгорание в девятиэтажном доме в Краскове обернулось трагедией. Не удалось спасти 65-летнюю жительницу. 31 мая в 4.40 поступило сообщение по адресу Люберцы, Красный, дом 19. Двухэтажное, неэксплуатируемое здание. Недалеко от завода Ухтомского, практически на территории. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Проблема в том, что в здании не ограничен доступ. Тогда могут попасть и дети. Сейчас начинаются летние каникулы. За неделю в городском округе было два технологических отключения. В настоящий момент все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Отдельно на совещании коснулись темы ремонта подъездов. С начала 2019 года отремонтировано 340 подъездов. На сегодняшний день в работе 38 подъездов. Губернатором Московской области принято решение о продлении на 2020 год государственной программы по ремонту подъездов. В настоящее время уже формируется адресный перечень подъездов на 2020 год. Акции, флешмобы, конкурсы, праздничные концерты, велопарады, чаепития. Такие мероприятия проводились на 14 площадках. И посвящались Международному дню соседей. Почетные грамоты получили активные граждане, а также сотрудники, работающие в сфере обслуживания многоквартирных домов. Анна Трояна, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсалямов и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. 30,5 километров нового асфальта, 49 дорог сделают в Люберецком округе в рамках капитального ремонта. К работам приступили в начале мая. Часть запланированных участков дорог сделают на основе жалоб жителей и итогов голосования на портале Добродел. Подрядные организации приступили к ремонту семи дорог. Как ведется ремонт дорожного покрытия в промзоне на улице Огуречной, проверил лично глава Люберец Владимир Ружицкий. Протяженность 240 метров, площадь работ более полутора тысяч квадратных метров. Ремонт дороги и устройства тротуаров завершат до 9 июня. Здесь сегодня подрядчик. Я оцениваю, достаточно качественно он выполняет работы. В этом году у нас 49 дорог в ремонте. Стоимость этих работ более 168 миллионов рублей. Это денег достаточно, чтобы в целом поддерживать уровень дорог в нормальном состоянии, в нормативном состоянии. Здесь в основном финансирование за счет облашного бюджета, здесь порядка 160 миллионов рублей. Большой объем работ предстоит также на центральной дороге поселка Калинино и на улицах Транспортное и Озерное. 11 проезжих частей из запланированных уже готовы. Закончит капитальный ремонт к концу лета. Первый участок Некрасовской линии метрополитена заработал в понедельник. Станции Некрасовка, Лухмановская улица, Дмитриевского и Косино. Уже успели принять тысячи жителей столицы и Подмосковья. Наш корреспондент Анна Троян узнала, как люберчанам добраться до новой подземки и сколько времени займет поездка до центра Москвы. От Некрасовки до центра столицы за полчаса. Теперь это не сказка. Без пробок и томительного ожидания маршруток. Розовая ветка. Своего рода дублер Таганско-Краснопресенской линии. Пассажирам стало гораздо легче добираться на работу. Уже сейчас пользователи социальных сетей отмечают улучшение транспортной ситуации на Юго-Востоке. Длина первого участка линии почти 7 километров. Четыре станции до пересадки на Лермонтовский проспект занимают пути 10 минут. И, конечно, на новой ветке метро. Все по последнему слову техники и комфорта. Отличается длиной. И планы профиля пути совсем проще, чем, например, на той, которая раньше работала, Таганско-Краснопресенская. Но здесь уютнее. Уютнее, потому что все новенькое и все ближе к сердцу. Все по новым технологиям. Специально для тех, кому пешком добраться к новым станциям сложно, из Люберец до Розовой ветки ходят пять маршрутов. До Некрасовки-люберчане могут доехать на четырех автобусах. Они будут следовать по укороченной трассе. Еще один ходит до станции улицы Дмитриевского. Кроме того, новые маршруты позволяют потратить на путь до метро гораздо меньше времени. Например, у жителей микрорайона самолет теперь нет необходимости ехать к станции Новокосино. Не Красовка, до Новокосино ездили. Долго ехать туда. А на метро, конечно, хорошо. Наверное, прибавится в моем свободном времени минут 40. Так что я посвящу их бабушке, дедушке, своим родным по хозяйству, что лучше сделаю, чем стоять в чередях на 41-й автобус. Это, конечно, был кошмар. У меня подруга там живет недалеко. И как раз раньше надо было на автобусах пробки, они серьезно проехали. А сейчас на метро сел, доехал, и там недалеко очень помогает. Однако среди пассажиров нашлись и те, кто в первые дни работы новой ветки остались недовольны большим наплывом людей. МОС Метрополитене это объясняют увеличенным интервалом в движении поездов, так как они проходят обкатку. Кроме того, в начале следующего года спокойно вздохнуть сможет и фиолетовая ветка. Планируется запустить второй отрезок новой линии. Строительство остальных четырех станций сейчас идет полным ходом. Некрасовская линия пройдет от пересечения с желтой веткой и большой кольцевой линиями метро. К 2020 году транспортная доступность улучшится для 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Ни одного погибшего ребенка в ДТП к 2030 году. Именно эту цель ставит перед собой социальная компания «Маленький пассажир. Большая ответственность». Она стартовала 1 июня. Компания продлится в течение всего летнего периода до 1 сентября и будет проходить во всех муниципальных образованиях Подмосковья. К участию в компании мы привлечем максимальное количество общественности, студентов, медийной личности, блогеров, видных общественных, политических и спортивных деятелей. Главная причина получения травм вследствие ДТП – это отсутствие детского кресла в салоне автомобиля, если в нем ребенок. За истекший период 2019 года в регионе произошли три дорожные аварии, в которых погибли несовершеннолетние пассажиры. Еще одна опасность для ребенка – это оставление его в салоне машины без присмотра, особенно на жаре. «Основная причина смерти детей до 15 лет в машине, если это не автоавария, это тепловой удар. Температура тела ребенка повышается в три раза быстрее, чем температура взрослого. Машина нагревается за 15 минут на солнце на 10 градусов. Ребенок может погибнуть при температуре внешней – 42 градуса». В Люберцах обсудили итоги реализации федерального проекта «Новая школа» в Подмосковье. Округ выбран площадкой для проведения встречи как территория, совершившая инновационный прорыв в сфере образования. За последние два года все местные школы вышли из красной зоны. Обсуждение прошло на базе гимназии номер 16, которая активно работает в рамках проекта. Даже к каникулам здесь инновационный подход. Впервые в гимназии интерес заработал лагерь «Интеллект-центр» для мотивированных на успех детей. Кроме развлечений, классических для летнего лагеря в программе – занятия по углубленному изучению отдельных предметов. Тимофей Тормышов серьезно заинтересовался физикой. Новые для себя грани науки открывает в «Интеллект-центре». «У нас в основном занятия по физике и математике. На математике мы развиваем логику и мышление, на физике решаем задачи с формулами. И я узнаю для себя много нового, того, что мы не проходили еще в школьное время. Сегодня мы на физике пошли на улицу и выясняли, разве разные физические явления находили их в живой природе». Из школьников гимназический лагерь воспитывает будущих победителей Олимпиад и успешных в науке людей. Делает это в лучших традициях проекта «Новая школа». Увлечение предметом проходит нестандартно для обычных школьных уроков. «С помощью игр, с помощью особенных каких-то занятий, например, эксперимента, они погружаются в предмет, решая таким образом задачу интеллектуальную для себя. То есть они узнают много нового. И нового не в рамках предмета как такового учебного плана, но и шире, намного шире. То есть это олимпиадные задания, это задания интеллектуального характера, даже институтские задания есть, которые дети решают». Пока школьники занимаются интеллектуальным отдыхом, этажом выше, Общественный совет федерального проекта обсуждает, как новая школа может качественно изменить систему образования. Все силы должны быть брошены на повышение мотивации ребенка к получению знаний. Эта мысль красной нитью прошла через встречу. «Сегодня мы обсуждаем различные темы, как помочь педагогам, детям и нашим родителям вместе получить тот результат, к которому мы стремимся. Результат – это та личность, которая, заканчивая образовательное учреждение, обладает объемом знаний, позволяющим ему найти в этом современном мире то место, которое позволит ему быть успешным человеком». Миссия «Воспитать успешных людей» лежит на педагогах. Чтобы справиться с ней, они должны непрерывно развиваться. Также проект требует изменить модель отношений между учителем и воспитанником. Наставник должен стать для ребенка партнером по учебе. У нас дети, к сожалению, зачастую не умеют говорить. Они стали меньше говорить. Они сложнее выражают свои мысли. И действительно здесь задача учителя в большей степени настроить взаимодействие, проектную работу. Какое-то конструктивное взаимодействие с учениками так, чтобы они были готовы к открытому диалогу и чтобы они повышали свою мотивацию. Чтобы уровень школьных уроков заметно подрос, педагогам нужно больше времени на прямое общение с воспитанниками. Выкроить его можно, освободив учителей от львиной доли бумажной работы, уверена Наталья Киселева. Это один из шагов, который система образования должна следующим сделать вместе с проектом «Новая школа». Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Отдохнуть с пользой. Так предлагают молодым людям провести пять дней лета организаторы форума «Я гражданин Подмосковья». На базе Люберецкого техникума имени Гагарина состоялась презентация проекта. В этом году форум проводится в седьмой раз. Как изменилась программа, в каких условиях будут жить участники и чем их развлекут? Смотрите в сюжете. Александр Печенегин учился на втором курсе вуза, когда из группы ВКонтакте узнал о форуме «Я гражданин Подмосковья». Уже больше пяти лет Александр занимается этим проектом, курирует смены. Многие ребята еще, к сожалению, не знают о форуме «Я гражданин Подмосковья». Поэтому наша задача, в том числе и сегодня, рассказать ребятам о том, что есть такая возможность. Максиму Морозову пока нет 18-ти, но есть большое желание посетить форум. Главная задача – определиться с выбором направления. Это предпринимательство, и еще съездил бы на международную смену. Интересно было пообщаться с ребятами из других стран, из других регионов. Не только принципиально новую программу и не только новую площадку Волоколамске подготовили для ребят. Качественные иные условия проживания. Современные боксы на 8 мест вместо палаточного городка. Вместимость форума до 10 тысяч человек. Из Люберецкого округа на мероприятие собираются около ста ребят. Молодежь общается с успешными людьми, со спикерами. Прежде чем молодежь отдыхает, летний отдых. Но отдыхает этот отдых, он проводится с пользой. Идет самообразование, идет и отдых. Большая культурная программа. То есть этот форум объединяет молодежь, развивает взаимосвязь среди молодежи и обучает молодежи. Каждый участник может презентовать свой проект губернатору Подмосковья и получить поддержку властей. Форум посетят представители Московской областной думы. Самое главное, что в рамках не только округа, а в рамках области, если у ребят будут интересные предложения, которые смогут развивать программу комфортной городской среды или городской среды как партийного проекта, я готов способствовать и помогать. Участие в форуме бесплатное. Нужно оставить заявку на сайте, выбрать направление, в котором хочется развиваться и дождаться своей смены. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Двор на улице космонавтов благоустроит по программе «Городская среда». В проект он попал по результатам голосования на портале «Добродел». Предстоящий ремонт с местными жителями обсудил региональный координатор программы Игорь Каханый. На какую-нибудь спортивную площадку, чтобы можно было позаниматься, там покачаться. И качельки там для детей, горочка, лазилка. Таким свой двор видят Карина Кобзева и её друзья. Детские мечты исполнятся уже этим летом. Во дворе на улице космонавтов появятся современные детские спортивные площадки. С горками, качелями, тренажёрами и мягким покрытием против травм. В комплекте прилагаются новые скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения для безопасности. Этих обновок здесь очень ждут. В последний раз двор благоустраивали более 10 лет назад, признаётся старожил улицы космонавтов Мария Бунь. Мы вынуждены со своими детьми уходить то туда, за булочную, то в рощу, там такие площадки. А у нас тут вообще ничего нет. Они вот огородили здесь всё колышками, они такие радостные дети. Ждут, не дождутся, когда будет площадка, чтобы уже не бегать по другим. Прежде рабочих двор посетили координаторы проекта «Городская среда» и представители Люберецкой администрации. Общественное обсуждение – этап, без которого ремонт не начнётся. Так жители и власти могут тет-а-тет обсудить детали проекта благоустройства. К нему у жителей улицы космонавтов, кстати, есть вопросы. Главная претензия к данному проекту – то, что вырубили все деревья. И, в принципе, у нас сейчас из окон вид снова на соседнюю пятиэтажку, вместо того, такого небольшого импровизированного леса, который был. Соответственно, вид испорчен. Пожертвовать деревьями пришлось ради будущей детской площадки. Впрочем, без зелени «Единая Россия» двор не оставит. Проект благоустройства предусматривает компенсационное озеленение. Правда, быть ему или нет, местным жителям нужно решить сообща. Когда мы заговорили представителей администрации и управляющей организации о компенсационном озеленении, то много жителей говорило, что лучше травку посеять и стол поставьте. Не надо здесь компенсационного озеленения. Поэтому в любом случае администрация будет обязана предоставить схему компенсационного озеленения и вынести ее на такое же общественное обсуждение. Двор, в принципе, зеленый. Поэтому здесь уже на суд и мнение жить. В этом году по программе «Городская среда» в округе благоустроят 68 дворов. Работы на улице Космонавтов обойдутся примерно в 3,5 миллиона рублей. На это пойдут средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Леберецком округе проходит неделя предпринимательства. Одно из значимых событий, приуроченных к этому бизнес-празднику – подписание соглашения о создании текстильного кластера. В него вошли 8 субъектов. Среди них крупные отраслевые предприятия округа, банк и гагаринский техникум. У нас более 16 тысяч предпринимателей. Мы в этом году только создали за счет среднего и малого бизнеса порядка 668 рабочих мест. Возможно, надо устраивать какие-то конференции, возможно, устраивать какие-то круглые столы. В том плане, это работает на объединение. А работа предприятий в Союзе – прямая дорога к улучшению экономических показателей и повышению конкурентоспособности на рынке. Первыми в округе объединили в усилии текстильные предприятия. На собрании все 8 субъектов кластера подписали соглашение. С этого дня пихорский текстиль, фирмы «Стим», «Скайлэйк» и «Октекс» работают в одной связке. Банк «Возрождение» стал опорой. Гагаринский техникум займется обучением кадров для отрасли. Союз предпринимателей и промышленников совместно с торгово-промышленной палатой округа помогут развиваться бизнесу. Это потребует от нашей администрации, прежде всего, какой-то определенной политической поддержки. И второе – это по закону дает определенные преимущества по налогам. Налог по земле в том числе. И дает возможности определенные субсидии получать по льготным ставкам. Еще одно важное событие – присвоение статуса индустриальный парк предприятия. Теперь его имеют еще две Люберецкие промышленные площадки. Малаховский экспериментальный завод и компания «Октекс». Это позволит предприятиям получить льготы, сэкономленное направленное развитие инфраструктуры и снижение арендных ставок для резидентов парков. У нас есть ряд льгот по земельному налогу. Это льготы, которые представляются системообразующим предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Это льготы 30% от значительного налога. В настоящее время такой льготы пользуются предприятия «Полет», «Радар». Это предприятия, к которым работает больше 200 человек. Круглые столы, встречи и совещания Люберецкого бизнес-сообщества продлятся до конца недели. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Стартовал прием заявок на участие в ежегодной премии «Наше Подмосковье». Так правительство региона оказывает поддержку в реализации социальных идей, которые выдвигают сами жители. Экология, волонтерство и благотворительность, творчество и духовное наследие. Прорыв. В таких номинациях активным гражданам предлагается поучаствовать в этом году. В этом году мы проводим уже седьмой раз премию. Это прям уже большой момент в нашей жизни. За все это время более 230 тысяч жителей поучаствовало в нашей премии. И 11778 заявителей вообще получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей. Оксана Антюхина пятый год участвует в конкурсе. Ее четвертая попытка увенчалась огромным успехом. В прошлом году клуб «Супермамочки» Одинцова получил премию первой степени. Клуб «Супермамочки» объединяет более 10 тысяч семей. Мы пропагандируем активный образ жизни в декрете, стараемся разрушить привычный стереотип. 180 миллионов рублей – такой премиальный фонд губернатор области Андрей Воробьев утвердил на текущий год. Эта премия касается всех сфер жизни человека, гражданина Подмосковья. Это могут быть премии в области культуры, творчества, искусства, каких-то социальных вещей, помощи друг другу, ветеранскими организациями, развития их, оказания им поддержки. Это может быть и прорыв даже иногда и в научных каких-то вопросах. Удивить жителей Подмосковья нестандартным подходом к подведению итогов пообещали в правительстве региона. Где пройдет церемония награждения, пока хранится в секрете. Но уже понятно, что готовится нечто феерическое. Мусульмане городского округа Люберцы отмечают ураза Байрам. Этот день знаменует окончание поста в месяц Рамадан. Встреча религиозного праздника началась с утренней молитвы. Она прошла на трех площадках – в Малаховке, Родниках и Томилине. На одну из них побывала и наша съемочная группа. В округе, получается, это уже третья площадка. Одна это у нас в Малаховке, Родники. И как бы вот эта часть Люберецкого округа, где у нас Октябрьский, Люберцы, Томилина. Чтобы прочесть каноническую молитву, верующие с шести утра стали заполнять культурный центр Томилина. Намаз знаменует окончание священного для мусульман месяца – Рамадана. Прошел великий пост Рамадан. Этот месяц называется святым для нас, потому что в этот месяц мы постимся, даем милость обездоленным, кормим обездоленных. Сами у Бога просим прощения за те грехи, которые мы когда-то совершали. Сладость этого праздника должен вкусить каждый верующий, считают мусульмане. На протяжении трех дней празднования у Роза Байрама люди радуются и разговляются. И напоминают друг другу о вечных ценностях – любви, доброте, мудрости и заботе о ближнем. Всех реберчан хотел бы поздравить с этим праздником. Праздников у нас много, но этот праздник очень важен для каждого с точки зрения духовного совершенствования. Праздник у Роза Байрама отмечается со времен пророка Мухаммеда. По религии именно в месяц Рамадан мусульмане получили священное описание – Коран. С тех пор этот месяц символизирует для верующих очищение. После ритуальной молитвы люди накрывают праздничные столы. Анна Троян, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Кто свою жизнь посвящает помощи другим? Один из правильных ответов – социальный работник. Профессиональный праздник этих специалистов отметили в Красковском культурном центре. Внимание и любовь к людям – обязательные условия для успешной работы в центрах социальной защиты. Есть такая профессия – защищать родину. А я так подумал, у вас есть такая профессия – защищать людей. Вот я с этой профессией, с такой красивой, гуманной профессией, чем вы занимаетесь именно в этот день профессионального праздника. Хотел бы вас поздравить. Ольга Артемова всего год работает в центре соцобслуживания и реабилитации. При этом уже получила награду из рук главы округа. Однако позади годы медицинской практики. Мы очень часто встречаемся с людьми, обсуждаем. Это психологическая помощь идет. И решаем их не внутренние проблемы, домашние проблемы. Потому что многие не могут поделиться с близкими этим. А с нами они делятся с удовольствием. Прожить дольше с этого года в Подмосковье запущена программа активного долголетия. И в Люберецком округе она реализуется. Наши старшие поколения мы приглашаем в наш центр, комплексный центр, где мы будем заниматься с ними вместе и танцами, и пением, и скандинавской ходьбой, и физкультурой, и йогой. Их труд сложно переоценить. Около 350 человек работают сегодня в Люберецких социальных центрах. Каждый день поступают новые обращения от людей в трудной ситуации, малоимущих, пожилых. Своей отзывчивостью и участием сотрудники управления соцзащиты помогают справляться с проблемами. И возвращают радость и вкус жизни. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. В этом году Подмосковье отмечает 90 лет. В связи с чем в нашей специальной рубрике мы рассказываем истории люберчан, которые внесли свой большой вклад многолетним трудом в развитие округа. Сегодня героиня рубрики Тамара Сидорова. Более 50 лет в дошкольном образовании. 37 из них в детском саду номер 94. Всю свою жизнь она посвятила воспитанию дошколята и сейчас вышла на заслуженный отдых. Наша съемочная группа поинтересовалась ее планами на будущее и узнала секрет слаженной работы в коллективе. Свой последний день на работе заведующая Тамара Михайловна начала с привычного обхода. За всем уследить, подготовить сотрудников и кабинеты – дело небыстрое. Кому-кому, но не ей. Следить за своим вторым домом она уже привыкла. В 94 детском саду Тамара Михайловна проработала 37 лет. У истоков детского сада начиналась моя работа. Я работала сначала воспитателем, потом завхозом. И потом меня перевели в заведующие детским садом. Я стала работать, возглавлять коллектив свой. Руководитель должен быть требовательным, но любить свой коллектив, требовать нужную работу, чтобы воспитатели ценили свою работу. Организовать работу в маленьком женском коллективе непросто. Но, как признаются коллеги, Тамара Сидорова стала для них надежным другом и мудрым советчиком. И так как Тамара Михайловна переживает за своих сотрудников, то, как она организовывает работу, то, как она решает все текущие моменты, это стоит отдельного разговора. У Тамары Михайловны огромное доброе сердце. Она всегда очень чуткая, заботливая, нежная. Всем бы такого руководителя, как наш Тамара Михайловна. Желаю ей женского счастья, здоровья, улыбок и всего-всего самого наилучшего. Провожали коллеги свою любимицу весело и шумно, стихами, танцами и песнями собственного сочинения. Присоединилась к воспитателям и начальник управления образованием городского округа Люберца Виктория Бунтина. От лица главы округа Владимира Ружицкого она вручила Тамаре Сидоровой знак отличия «Благодарю». Тамара Михайловна во все времена справлялась с работой просто замечательно. Никогда не было лишних вопросов. Всегда было полное взаимопонимание, вдумчивость. Всегда был позитив в работе. Жизнь после выхода на пенсию не заканчивается. Как признается Тамара Михайловна, дел у нее накопилось много. Но самое приятное – посвятить себя семье и любимым внукам. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. В Московском Доме ветеранов и вооруженных сил прошел третий всероссийский фестиваль-конкурс патриотической эстрадной песни и хореографического искусства детского, юношеского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Два отборочных тура, два напряженных дня. В этом году количество заявок на участие достигло рекордного числа – почти 500. После просмотра жюри выбрало 126 исполнителей. На галоконцерт попали только 12. Эти счастливчики и предстали перед зрителями. Многим ребятам конкурс «Молодые таланты Отечества» дал возможность не только заявить о себе, но и исполнить мечту спеть известным артистам. Ребят слушали Бедрис Киркоров, Алла Духова, Валерий Семин, Юрий Городецкий и Руслан Олехно. Это дети. У меня всегда отношение к ним гораздо более, так сказать, снисходительнее, нежели к взрослым, к моим, например, коллегам. Я желаю всем тем, кто получит первое место, может быть, не останавливаться, быть только сильнее. ПЕСНЯ Вот так исполнилась мечта и Семена Каштанова из Воронежа. Он не только познакомился с мэтрами шоу-бизнеса, но и стал лауреатом первой степени возрастной категории от 7 до 11 лет. Поддержать юного самородка приехала мама. За выступлением сына она наблюдает из-за кулис. Очень достойные соперники, очень много талантливых детей вчера было. Мы исполняли военное попури, мы очень рады, что выиграли. Молодые таланты Отечества объединяет молодежь со всей страны и воспитывает патриотический дух вот уже три года. Своим творчеством молодое поколение показывает значимость этого события. Главное, чтобы песня звучала в душе. Вот это вот, наверное, самое главное. Не обязательно стать профессионалами. Главное, чтобы песня эта радовала людей. 12 июня в День России лауреаты дадут концерты по всей Москве. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Открытый молодежный фестиваль городского округа прошел в Центральном парке. В седьмой раз праздник собрал самых творческих и талантливых ребят на одной сцене. На этот раз приняли участие 350 человек. На что способна сегодняшняя молодежь? В сюжете Анны Троян. Шуба Литарива давно знаком столичному зрителю. В этот день стильный коллектив выступил на сцене родного округа. Открытый молодежный фестиваль ежегодно собирает самых успешных и талантливых ребят, которые занимаются творчеством в Люберцах. Родина этого фестиваля – это поселок Томилино. Организуется он молодежным клубом городского округа Люберца, который как раз расположен в Томилино. Но в этом году мы решили более масштабно его сделать и перенести его в Центральный парк культуры и отдыха. Я думаю, это логично, это интересно и понравится. Больше люберчан будут знать об этом фестивале. Историческая реконструкция отремесленного клуба. Творческий мастер-класс по рисованию и показательный сбор-разбор автомата от военно-патриотического объединения. Таланты многочисленных направлений молодежного клуба «Люберец» на празднике представили свои умения. В молодежном клубе есть место и спорту. Выступление «Додзю Сакура» призвано привлечь молодежь в ряды любителей здорового образа жизни. И разные аспекты единоборств. Самый старший участник Владислав Ратников в каратэ с четырех лет. В этом клубе он начал свой путь. Сейчас уже тренирует подрастающее поколение. Я посвятил всю свою жизнь этому боевому искусству. Я его всем сердцем люблю. Люблю его не только за то, что он дал мне по жизни. Это боевое искусство помогло мне посмотреть мир, познакомиться с многими различными людьми, помочь новому поколению стать сильнее. Большой окружной праздник, можно сказать, отчетный концерт для талантов округа. Выход энергии и возможность реализовать себя на сцене. Такая возможность у люберецкой молодежи есть уже седьмой год подряд. В этот раз свои лучшие номера исполнили 350 участников. Очень нравится то, что выступает достаточно много человек. И веселье переполняет эмоции. Чаще бы такие мероприятия нас объединяли. С этими мероприятиями нам очень дружнее и коллективнее. Для самых смелых гостей открытого фестиваля организаторы подготовили сюрприз. В течение всего дня все желающие могли испытать свои силы на бесплатном скалодроме. В одно время и с одной целью День эколога область отметила танцем. Флешмоб, посвященный защите окружающей среды, одновременно прошел в 19 муниципалитетах. В Люберцах ради природы станцевали на площадке перед Центральным парком. Я знаю мудрые деревья, помогут мне отверни, чтобы ее на горы зеленый для. Больше зеленой вода, вода. Неделя на подготовку и пять минут на исполнение. Синхронно Подмосковье задвигалась в ритме танца ровно в 12 часов. Чтобы принять участие в ЭК-акции, Люберчанке Юлии Влазневой пришлось отложить дела и взять отгул на работе. Девушка хочет привлечь внимание к проблемам экологии и верит, что подобные акции – отличный способ сделать это. Вчера мы репетировали и проходили люди, смотрели. Я думаю, даже кто-то почитал в интернете, к чему это мероприятие. И, возможно, где-то что-то у кого откладывается и задумывается, что природу нужно охранять, беречь, любить. Вместе с Юлией к Центральному парку вышли более 200 человек. В большинстве это школьники и воспитанники танцевальных студий округа. Люберецкий флешмоб стал одним из самых массовых в Подмосковье. В прямом эфире он транслировался в соцсетях. Регион у нас сильно урбанизирован, и, соответственно, людей много, детей надо воспитывать. И вот такими флешмобами мы каждому маленькому гражданину нашего региона доносим информацию, как надо беречь нашу природу. У нас вокруг много промышленных предприятий. И иногда, это мы говорим откровенно, есть проблемы с экологией. Конечно, есть. И наша задача, как власти нашей муниципальной, так и областного правительства, в частности, Министерства экологии, делать все возможное, чтобы экологическая обстановка была максимально нормальной. Всего в Подмосковье на флешмоб ко дню эколога вышли более трех тысяч человек. Их объединило желание напомнить общественности о том, что природа требует нашей заботы. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Центральный парк Люберец на один выходной превратился в город детства. Фестиваль под таким названием прошел здесь в День защиты детей. Какими забавами порадовал округ юных люберчан, знает Дарья Борисова. Больше всего, конечно, хочется аттракционов, потому что веселье, радость. Потом хочется развлекательной программы, ну, где-нибудь посидеть. Удивить ребенка 21 века задача не из простых, чего только нет в арсенале игрушек современного чада. Но организаторам фестиваля «Город детства» впечатлить Люберецких мальчишек, девчонок, а также их родителей все же удалось. В Центральный парк все поколения спешили с самого утра. Доставить удовольствие внуку и самой себе тоже. Мы уже были на батутах, мы посещали площадки скорой помощи, полиции, пожарные. То есть проходили по пешеходным переходам, катались на машинах, оказывали первую медицинскую помощь. Ну, какая еще? Только начало дня. Развлекательная программа растянулась на целый день. Творческие мастер-классы, спортивные состязания, интерактивные игры, спектакль и концерт. Все для того, чтобы угодить маленьким виновникам торжества. Дети – цветы жизни для нас. Дети – это наше будущее, на которое равняется так же на нас и смотрит так же, как мы живем и так далее. Дети – это все, что есть. И это самое жизненное радостное, все, что есть в жизни, можно сказать. Праздник День защиты детей, друзья мои, это праздник, с одной стороны, конечно, это детская радость, но это праздник, в основном, я бы сказал, даже для взрослых, в том плане, чтобы как-то обратить внимание, что с нами есть маленькие, красивые детишки. И детишки требуются, дети требуют защиты, дети требуют внимания, дети требуют обучения. Как грамотно обучить и защитить своего ребенка? Ответ на эти важные вопросы родители могли найти, посетив лекторий. Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы время на детском празднике с пользой провели и взрослые. Что делать, если ребенок потерялся? Или же есть организация «Точка спасения», которая рассказывает, что делать при пожаре, при наводнении и так далее. Также у нас будет психолог, куда в наше время без психолога. Также специалист по родам. В общем, мы попытались охватить все аспекты, которые интересуют родителей. Самая зрелищная часть фестиваля – парад колясок. В очередной раз он стал кульминацией праздника «Город детства». На этот раз участникам предложили пофантазировать на тему «Вокруг света». Каждую коляску надо оформить в соответствии с темой. Участвовать может вся семья, не только малыш и мама, также и папа, бабушки, дедушки, братья и сестры. Можно украсить только коляску, но лучше, когда семьи все объединяются. Это один такой большой образ красивый у всей семьи. Так и поступила семья Васильевых. По задумке организаторов, каждая коляска должна стать похожа на достопримечательность одной из стран мира. Но участники пошли дальше и превратили свою коляску в средство передвижения, на котором можно посетить все эти памятные места. Коляску делали всей семьей ночами, вкладывали душу, вкладывали силы, вкладывали любовь. Решили сделать корабль, который будет путешествовать по миру, полон детей, полон счастья. Корабль семьи Васильевых привез их к третьему месту на пьедестале парада колясок. Все призеры получили ценные подарки из рук главы округа. Ну а после продолжили путешествия по многочисленным развлечениям города детства. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Пушкин на все времена. Под таким девизом детская хореографическая школа отметила 220 лет со дня рождения великого поэта. На сцене Люберецкого дворца культуры коллективы показали свои лучшие номера. В этот день пять коллективов исполнили классические танцы. Концертную программу участники наполнили разными красками. Юные таланты представили и современные фольклорные номера. Участники концерта – это подопечные лагеря хореографической школы и воспитанники, которые просто не могут жить без танцев на каникулах. Мы всегда проводим концерты для ребят. Во-первых, они благотворительные, то есть они бесплатные. И наша цель, в первую очередь, это воспитание ребят, воспитание детей средствами нашей хореографии. Воспитать хорошие какие-то чувства в ребятах, которые приходят к нам на концерты. В ритме танца детская хореографическая школа отмечает день рождения Александра Пушкина уже более 10 лет. Великий русский поэт, прозаик, драматург Александр Сергеевич Пушкин прожил яркую, но короткую жизнь, оставив после себя большое наследие. Что из этого помнят люберчане, узнаем в сюжете. Артист и ты в толпе служителей Парнаса. Ты хочешь оседлать упрямого пегаса, за лаврами спешишь опасной стезей и строгой критикой ступаешь смело в бой. Это первое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, напечатанное в Вестнике Европы. Молодому гению было тогда 15 лет. Вскоре мир его узнает как величайшего национального поэта. А давайте мы узнаем у люберчан, а какие произведения Пушкина они любят. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, я б для батюшки царя родила богатыря. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать, теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. У Пушкина, знаете ли, все такое душевное, да слез пробирает. Мне многое нравится. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Ну, как мы видим, люберчане прекрасно знают творчество Александра Сергеевича Пушкина и любят не только его стихотворения, но и прозу в стихах, а также детские сказки. Мария Кузьмичева, Валерия Абсалямов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Открытое первенство Центрального федерального округа по самбо состоялось во дворце спорта «Триумф». Соревнования собрали более сотни сильнейших спортсменов в 11 и 12 лет. Подробности в сюжете Анны Троян. Торжественный парад участников открыл соревнования. Люберцы приняли первенство ЦФО по самбо впервые. Национальный вид спорта быстро нашел своих поклонников в округе. В ряды заядлых борцов теперь вступают как взрослые, так и дети. Сегодня в люберецких секциях занимаются более тысячи спортсменов. Два года назад мы подписали меморандум Всероссийской федерации самбо о развитии самбо в нашем округе. Благодаря этому меморандуму мы сразу начали заниматься развитием программы самбо в школы. И более пяти школ откликнулись наши, и там были положены стационарные ковры для развития самбо. Очень много детей занимаются этим видом спорта. В итоге в этот раз половина участников первенства – люберчане. В соревнованиях сразились 100 самых сильнейших представителей клубов единоборств из 10 регионов. Кстати, самбо все чаще выбирают девочки. Непростая победа далась мажайской спортсменке. За 7 лет она научилась преодолевать себя и давать отпор обидчикам. Я пошла на самбо, потому что мой брат занимается самбо и джидо. И мне им нравится заниматься. Мне хочется стать чемпионом мира по самбо. Самбо для всех. Так о национальном виде спорта отзываются почетные гости соревнований. Среди них силачи из общественного движения «Росмоллспорт», президенты Люберецкой и областной федерации самбо. Официально считается, что нашему виду спорта 80 лет исполнилось в том году. Спорт объединил наши национальные виды и грузинской борьбы, и узбекской, и узбайджанской. Получился такой интересный микс. У нас появился реальный шанс стать олимпийским видом спорта. В каждой весовой категории члены жюри определили победителей и призеров. Кроме того, по итогам соревнований организаторы присудили специальные кубки в трех номинациях. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации, еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok